Пожалуйста, посадите, пожалуйста. Посадьте, пожалуйста. Давай, давай, давай. Гальба! 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 Вы можете не кричать, потом будете кричать. У вас еще хватит времени, потихоньку, можно? Уважайте своих коллег, журналистов. Скажите, а вы из Чечни прилетели? Значит, есть ко мне вопросы? Я прилетел из Женевы. В республике Чеченска я не был. В России я был. В Женеве я переночевал. Никуда я не уезжал. Я имею в виду на постоянное место жительства. В выходные дни у меня была деловая встреча. Касается меня лично. Поэтому, когда досужие домыслы и разные слухи распространяют, я считаю своим долгом, занимая должность Харьковского городского головы, ответить на любой ваш вопрос. Пожалуйста. Скажите, кому вы сейчас подчиняетесь? Я подчиняюсь избирателю, жителям города Харькова. Потому что я работаю в органах местного самоуправления. Я не являюсь чиновником, которого назначает или президент, или кабинет министров, или Верховная Рада. Как вы оцениваете ситуацию сейчас, которая сложилась после решения президента Харькова? Я, вы знаете, говорил после выборов, когда меня избрали мэром, что победители не судят. Я придерживаюсь этого, что победители не судят. Но я хотел сказать, что любой победитель приумножит свою победу, если он своих врагов сделает своими друзьями. Поэтому я хотел обратиться с помощью ваших телекамер, вас, журналистов, что я считаю, что нам необходимо сегодня стабилизировать ситуацию всем вместе. Не в зависимости, кто сегодня власть, кто сегодня оппозиция. Для меня очень важно, чтобы в моем любимом городе, родном городе, где живет полтора миллиона людей, чтобы была стабильная жизнь и жизнеобеспечение. И поэтому я буду работать на своем рабочем месте столько, сколько мне будет доверено. Готовы ли вы сотрудничать с новой властью? И где сейчас Допкин, знаете? Значит, я отвечу по порядку. То, что касается моего сотрудничества с новой властью. Вы знаете, сегодня только формируется новая власть. И новая власть декларирует о том, что демократическим путем, демократическими европейскими ценностями они собираются наводить порядок. Вот я бы и хотел, чтобы наше сотрудничество, я еще раз повторю, что врагов надо делать друзьями. Потому что мне повесили клеймо и вписали меня в списки разных там общественных организаций, которые там продиктованы, я не знаю, какими умозаключениями. Но я могу сказать одно. Я буду работать во благо людей. И только людей. И еще раз хочу подчеркнуть. Никакого сепаратизма, никакого федерализма в моих мыслях никогда не было. И я говорил и буду говорить, что Харьков – это город, первая столица Украины. Харьков – это славный труженик. И у него есть свои ценности и своя история. То, что касается Добкина. Михаил Маркович Добкин завтра должен выйти на работу. Я прошу всех журналистов отбросить все досужие домыслы в связи с тем, что на сегодняшний день выходной день. И я думаю, что у каждого человека есть свое право на выходной. Поэтому давайте дождемся завтрашнего дня. Я постоянно общаюсь с Михаилом Марковичем. Мы постоянно с ним на связи. А с Виктором Федоровичем вы в последний день не общались? Значит, то, что касается Виктора Федоровича. Я с Виктором Федоровичем общался только тогда, когда он приезжал в город Харьков или на совещаниях, когда он вел эти совещания. Все остальные вопросы, которые вы мне задаете в отношении моих отношений с президентом Украины, который сегодня, значит, Верховная Рада отправлен в отставку, ну, на сегодняшний день, у меня близких отношений нет. Угроза уголовных дел. Как вы оцениваете реальность? Значит, то, что касается угрозы уголовных дел. Я так думаю, что вам известно, что у меня есть юридическое образование. Я работаю сегодня Харьковским городским головой. И я буду отвечать в рамках действующего законодательства не по революционному предназначению или по революционному желанию. Потому что, когда я читаю, значит, то, что пишет исполняющий министр внутренних дел Арсен Аваков, что у него ко мне много вопросов, у него на протяжении многих лет ко мне много вопросов. Поэтому я думаю, что я еще раз подчеркиваю, что если есть вопросы по сути, я готов на них ответить в рамках Уголовно-процессуального кодекса. В рамках революционного желания, чтобы меня лишить свободы или еще что-либо, я думаю, что в этом смысле я буду защищаться всеми законными способами. То, что касается, как я оцениваю возбуждение уголовных дел. Вы же понимаете, что на сегодня, пока идет вот это формирование и идет вся процедура формирования органов власти, я думаю, что каждый хочет для того, чтобы завоевать какие-то баллы, делать все, что можно. Во всяком случае, потом разберемся. Поэтому я считаю, что я готов и ожидаю много разных инсинуаций, много разных, извините, сплетен и слухов, которые будут подводить к таким процессам, как возбуждение уголовных дел. Но я на сегодня готов ответить за все свои, как мы говорим, поступки, дела и слова. Сейчас обсуждаете монтаж памятника Ленина. Скажите, пожалуйста, ваше отношение. Что вы намерены сделать, чтобы столкновений не было и не было жертв, как в Киеве? Значит, вы знаете, я на протяжении последних месяцев постоянно, я думаю, и это можно оценить не только с моих слов, я постоянно делал все для того, чтобы таких столкновений не было. И говорил всегда, чтобы сюда не заезжали приезжие. Но у нас нет границы. Я думаю, что у Харькова есть своя стойкая позиция с точки зрения того, что в этом городе должно быть спокойно. Поэтому со стороны сегодня, как моей лично, я уверен, и большинства жителей Харькова нет никакого желания, чтобы были столкновения. Если радикально настроенные люди еще не отбросили свои экстремистские настроения вступать в конфликты с мирным населением, я считаю, что здесь должна работать правоохранительная система совместно с органами власти. В этой связи я могу сказать, что я буду делать все для того, чтобы таких столкновений не было. То, что касается демонтажа памятника Ленина. Значит, вы знаете мою позицию по отношению к памятникам в части того, чтобы те вопросы, которые касаются демонтажа, а вы правильно сказали, чтобы они решались и работали в рамках действующего законодательства. Есть процедура и порядок. Тем более, что наша площадь свободы, которая раньше носила имя Ленина, это архитектурный ансамбль. Этот памятник не так-то легко демонтировать. Там находятся коммуникации, Зержинского в том числе. Там находятся коммуникации, там находится метро. Там сложная инфраструктура. Поэтому, если будет на то политическая воля, я подчеркиваю, политическая, и воля депутатов Харьковского городского совета, потому что такие вопросы решаются на сессии Харьковского городского совета, тогда это решение будет легитимное и законное. Если будут приняты законы в Верховной Раде, а я слышал или читал в средствах массовой информации о том, чтобы демонтировать все памятники Ленина на территории Украины, если есть такое желание, тогда в рамках действующего законодательства мы также будем принимать решение и ссылаться на этот закон. А сегодня руководствоваться, я еще раз говорю, революционной задачей я в этом участие принимать не буду. Скажите, а с кем вы в России встречались? Вы можете сказать? В России я встречался со своими друзьями. У меня очень много друзей. Не только в России, в Европе, в Америке и в других странах мира. Это представители политикума? Вы знаете, то, что касается представителей политикума, вы понимаете, что сегодня у нас называется политикой? Политика там, где, как говорится, все. А я хотел бы, да, заниматься городским хозяйством. И я занимался городским хозяйством. А тот вопрос, который вы мне задаете с точки зрения политики, я так думаю, что сегодня политика вершается не в городе Харькове. Сегодня политика вершается в городе Киеве, если мы говорим Украину. Все остальное это не моего ума дело. Вы можете покидать партию регионов? Вы собираетесь выйти из партии регионов? Значит, то, что касается партии регионов. Вы знаете, что я не один в этой партии. У нас есть достаточно много тысяч членов партии регионов. И, соответственно, мы соберемся. У нас 26 числа сессия Харьковского городского совета. Фракция партии регионов насчитывает 75 депутатов из 100. Мы соберем фракцию, поговорим, соберем городскую организацию. И, соответственно, после того, когда будет принято коллегиальное решение, куда мы будем двигаться, я думаю, мы вас проинформируем. И вы тогда будете задавать вопросы, то, что касается партии. На сегодняшний день я не вышел из партии. Я остаюсь членом партии. Я остаюсь руководителем Харьковской городской партийной организации. Геннадий Адольфович, планируете ли вы инициировать вынесение каких-то дополнительных вопросов в поездку дня сессии в связи со сложившейся в стране ситуацией? И вчерашней резолюцией? Значит, если вы мне задаете вопрос, то, что касается по резолюции, сейчас Еленой отвечу. Значит, резолюция в большей степени касалась органов государственной власти с точки зрения делегированных полномочий, если вы внимательно слушали резолюцию, та, которая была принята в городе Харькове. То, что касается вашего вопроса, это... Планируете ли вы вносить какие-то дополнительные вопросы в связи со стороны? Да. Вопросы с точки зрения регламента Харьковского городского совета можно вносить и с голоса. Они будут поставлены на голосование. Если будет в этом целесообразность и необходимость, конечно, мы будем вопросы рассматривать с учетом, в том числе, что если, допустим, будет требование поставить на голосование решение о демонтаже памятника Ленина. Пожалуйста, мы поставим этот вопрос на голосование в сессионном зале для того, чтобы те депутаты, которым были, значит, голоса отданы, представительский орган, чтобы он принял такое решение. Если такое решение будет принято, мы будем его выполнять. На данный момент вы этого не планируете? Я имею в виду вносить какие-то дополнительные вопросы... Елена, у нас регламент заключается в том, что мы должны его соблюдать с точки зрения формирования повестки дня. На сегодня возникли вопросы, как мы говорим с вами. Вот они. Вчера их не было, сегодня они возникли. Может быть, я еще раз говорю, кто-то надумает и возьмет, скинет этот памятник и пробьет завтра все коммуникации, метро и так далее. Конечно, мы будем вносить и не такие вопросы на сессию Харьковского городского совета. Во всяком случае, я еще раз говорю, на сессии Харьковского городского совета, я думаю, вам не надо ожидать от меня никаких заявлений о моей отставке. Я это хочу сразу анонсировать. Я сразу хочу сказать, что я не покидаю пределы Украины, а в меру надобности. И если мне будет разрешено, и не будет для меня препятствий, я имею в виду разрешено по закону, потому что я слышал вчера по телевидению и в России, и за рубежом, что вот там Кернис уехал и так далее, и так далее. У меня есть процедура моего разрешения на отъезд. Я ее соблюдаю. Поэтому если мне необходимо будет выехать в город Киев, необходимо будет выехать в город Москву, или в город Белгород, или в другой любой город, и если у меня для этого будет возможность, я буду выезжать. Я не буду ограничен передвижением. То, что касается, я еще раз говорю, моего постоянного места пребывания, город Харьков, Украина. В конституции с тем. Вы признаете Турчинова президентом и другие решения Рады? Значит, то, что касается, признаю ли я Турчинова президентом, Турчинов, насколько мне известно, председатель Верховного Совета Украины. Значит, он исполняет обязанности президента, у него есть его полномочия и функции, пусть он их исполняет. Решение нынешней Рады вы признаете как легитимное или нет? Вчера в резолюции было сказано, что вы сомневаетесь в добровольности и конфликционности в предрешении Рады. Значит, я могу сказать, что процессы, которые сегодня формируют, как законы и постановления Верховного Рада Украина, я думаю, будут еще не раз оценены, в том числе, Конституционным судом. Поэтому я говорил и буду говорить, что, вы знаете, в моей жизни было очень много разных событий. Я к ним привык. Поэтому давайте будем руководствоваться, я вам еще раз говорю. Будет день, будем говорить. На сегодня, на сегодня идет процесс, его никто не отменил. Я в этом процессе не участвую. Я работаю в рамках действующего законодательства, как городской голова, если вы мне задаете вопросы, как городскому голове. Если вы ко мне задаете вопросы, как гражданину Украины, я могу сказать свою позицию по отношению к этому. Я еще раз... Скажите. Как городской голове будете выполнять постановления и законы, которые принимает нынешняя Верховная Рада, вот в эти дни? Значит, все законы, которые принимает Верховная Рада, если будут касаться моей компетенции, моих полномочий и органов местного самоуправления, я буду руководствоваться действующим законодательством. Если закон принят, он не обжалован, не отменен, конституционным судом признан, неконституционным, я буду их выполнять. А как гражданин?